СКИФ это новейший синхротрон, который дает конкурентные преимущества в первую очередь российским ученым. Тем, кто занимается исследованиями в самых разных областях. Это свойства живых организмов, все что касается фармакологии, медицины, а также материаловедения и многого другого. Реализовать проект научной установки класса «Большая наука» в своем роде единственной и самой совершенной в мире поколения 4+, совсем непросто. Рисков неисполнения проекта нет, но сейчас мы перешли уже, ну во-первых количество строителей на стройке увеличилось, это уже 1200. Есть графики догоняющие и исправляющие, поэтому я все-таки могу сказать, что 31 декабря мы основные строительные работы завершим. В высокой степени и готовность высокотехнологичного оборудования для СКИФа. Единственный исполнитель по его изготовлению и запуску – Институт ядерной физики Саран. Министр науки и высшего образования России Валерий Фольков оценил компетенции наших ученых. Что такое СКИФ? Это такая современнейшая инфраструктура, спроектированная и построенная, а само оборудование изготовленное не просто в России, а в большинстве своем здесь, в Новосибирске. И этим надо гордиться. Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» даст не только большие возможности ученым и корпорациям для исследований. СКИФ уже дает толчок развитию территорий. Завершается строительство дороги Кольцова-Барышева-Академгородок. Проектируется еще одна школа по модели Технополис. Еще готовятся земельные участки под строительство двух детских садов. Завершается строительство конгрессно-выставочного центра, культурного центра. Идет строительство пожарного депо. Все это свидетельствует о том, что Наукоград Кольцова и дальше будет оставаться востребованным. Есть залог и уверенность теперь у нас, что Наукоград Кольцова не превратится в спальный район пригород Новосибирска, останется Наукоградом и даже расширит свою специализацию и значимость для российской науки. Напомним, согласно указу президента России, строительство Скифа должно быть завершено до конца 2024 года. После начнутся пусконаладочные работы и только потом практические исследования.